Князь и княгиня сусыркали гостей Мстиславского свята. Презентация Мстиславского района пройшла в межах творчого проекта Фестиваль народных талентов Могилёшчины. Песни, пачастунки и майстер-классы у наступном сюжете. Размели драники, блины, вусягурчики, были у нас сала, было кубаски. Сталы с прессмаками традиционные самые популярные у гостей свята. Мстиславские господы не частуют, али сокретов приготовления не раскрывают. И капусту, и кулеш у нас добрый готовят, и драники. Учлены одрозниваются Мстиславскими, что там такое за ценность? Ну, это ж сокрет. А вот и князь Ростислав Мстиславович уластной персоной у аточенней середня вечных прагажунь. Я княгиня Анастасия Слуцкая, я когда-то проезжала мимо Мстиславля, побыла там. А князь, конечно, наш, он основал этот город, возглавлял его, строил и приумножал. Как не потанцевать с самой Анастасией Слуцкой? Как высветлилась она вот в администрации Мстиславского района Канка, махапая артистичных натур? У нас не только танцы, у нас песни, у нас традиции. Я думаю, для того, чтобы окунуться в это, надо побывать в Сеславле. То, что было сделано для проведения областного праздника Дожинки, очень город Сеславль изменился. Я хочу пригласить всех жителей Могилевской области побыть в Сеславле. Молодь подалась у Гончары. Мстиславская глина сприяя. Шедевры выходят сами собой. Это розочка. Вы первый раз глиной или нет? Я первый раз глиной, я уже так мастерски леплю. Это просто развивает культуру. Потому что, например, такие поделки из глины, ручная работа, это не увидишь каждый день на улице, в магазинах, в Европе, или еще где-то такого не увидишь. Ну, пообщение. А пагинь свята, концерт, тут и барды, и народные песни из получения сучасных мотивов с архаикой. Далее из стафету фестиваля Мстиславшина передала Асиповичам. Татьяна Дмитриева, Николай Соболев, Новина Родина.